Привет, Гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. В этом видео сделаем теханализ биткоина, эфира. Выходные пришли, фондовый рынок чуток восстановился вчера, это интересно. Ну а биткоин пока что в районе 69 тысяч. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. На мой взгляд, если они хотят уронить цену биткоина, я хочу купить дешево. Если я сейчас возьму и биткоин немного вырастет, это опасно. Я покупал по 60, вот, доторговал до 70, а теперь, на мой взгляд, я... В общем, посмотрим на техническом анализе еще, но я торгую осторожно. Я ищу, чтобы что-то помпанет снова биткоин. 60, 70, я также помню, что биткоин ETF. Если будет давление покупателей, атака, выходные, это будут на этих выходных. Также через несколько дней выборы, поэтому много различных факторов макроэкономических, которые влияют на волатильность. А что я хочу, это чтобы какие-то плохие новости... Плохие новости могут отправить биткоин вниз. На 62, там я поставил заявку. Давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. Рынок без особого движения. Акции немного выросли. MCRT немного не вырос. Тесла вниз. Много я инвестировал. Ранний инвестор. Или моя компания инвестировала. Но вы должны проводить свои исследования. Это мой портфолио, который я отслеживаю. Как я торгую. Вы просто... Вы используете эту информацию для ваших трейдов. Понимаете? Учитесь у меня. Смотрите и учитесь. Я не хочу, чтобы вы копировали мои трейды. Я не хочу, чтобы вы делали что-то, что я говорю. Я хочу, чтобы вы принимали свои решения. Большая чашка с ручкой. И учитесь этому всему. Пройдите мои курсы. Учитесь, как торговать. Учитесь, как я торгую. Бычий флаг. Я не хочу, чтобы вы копировали меня. Я хочу, чтобы вы у меня учились. Здесь стахастик в перекупленности. Видите, вот о чем я говорю. Опасность. Вот, например, смотрите. Раньше стахастик был тоже в перекупленности. Вот здесь, там. Если мы увеличим, то четко увидим. Это было здесь. 21-й год. Бычий рынок. Стахастик в перекупленности. И оставался он в перекупленности какое-то время, хотя... Но это был первый пик перед сильным падением. А второй был, как только стахастик зашел в перекупленность. Двойная вершина. Видите, вот что произошло. Когда это было в 21-м году. Биткоин пошел на 69. Да. И биткоин над бычьим флагом вышел из этого бычьего флага. И сидит выше этого нисходящего расширяющегося клина. Интересно, что мы сидим выше. Выше этих двух очень бычьих паттернов. Смотрим теперь на... А, это был недельный. На дневной смотрим. Здесь мы видим восходящий клин. И вот почему я, собственно, осторожен. Потому что этот восходящий клин. Внутри там давление, давление. И выходим вниз. Поэтому нужно быть осторожным. Особенно, как мы зашли в выходные. Также видите EMA. Когда биткоин под EMA, это хорошее время покупать. Видите, вот каждый раз, когда опускаемся ниже скользящего среднего... Вот сюда, это хорошее время было. А мы-то мы покупали. Тут тоже покупали. Вот ниже EMA, вот эта синяя такая линия. Я прям хочу купить дешево, чтобы продать дорого. Это правда такое. Покупай дешево, продавай дорого. Не то, что там покупай дорого, а продавай. Ну, короче, поняли, да? Я поставил заявку на 62 тысячи. Риск 1000 долларов. Заработать можно 42 тысячи. Цель 104 тысячи. Это цель по выходу из бычьего флага и чашки с ручкой. 727 тысяч долларов. 69 600. И у меня стоит заявка на 20 биткоинов по цене 62 тысячи. Хочу зайти в лонг по 62. А вот мои предыдущие трейды. Прям все в тему. Всю историю не показывает, но вы и так знаете историю, если вы постоянно смотрите мои видео. Там я купил по 52, продал по 62, купил 59. Вот, все продал, прям на самых хаях продавал. И я полностью в кэше. Я держу только MCRT на 92 тысячи. Уже больше, чем 100 миллионов токенов у меня. А также у меня еще токены как раннего инвестора. 727 295 долларов на балансе. Было 150 тысяч долларов. А что 10 иксов даст? Биткоин. Буду ждать, пока он упадет на 62. Ворлдкоин может дать 10 иксов. Он же поднимался на 12 долларов, если помните, в марте. Ворлдкоин это токен Сэма Альтмана, если вы помните. Основатель OpenAI. Объемы растут, но стахастик на недельном. Лучшее время покупать это по 1,30. Видите, вот здесь. От этого уровня он вырос там 2,60. А в марте мы покупали по доллару, там прям покупали. И торговали до 12. Если вы смотрели мои видео. Доллар 30. Но объемы растут. Это интересно. Но стахастик разворачивается вниз. Видите? И на дневном. Большое падение на самом деле. На альткоинах. Доллар 30. Какая-то сильная паника будет, я возьму. Доллар 50 тоже хороший уровень для покупки. Уже в перепроданности. На дневном. Каждый раз, когда в перепроданности, это дно. То я этому обучаю на своих курсах по криптотрейдингу. Когда в перепроданности, это дно. То видите? И здесь тоже. Перепроданность. Дно. Перекупленность. Вершина. Перепроданность дно. Ну хорошо. И может иксануть. 10 иксов дать. Нужно купить много. Основатель OpenAI. Сэм Альтман. Я хочу... По доллар 50. Возьмем... Это спот, правильно? Надо проверить, чтобы я не на фьючерсах отобрал. Доллар 50. Нет, фьючерсы. Спот. Доллар 50. Хочу купить на 50 тысяч долларов. Может быть, давайте... 3-3-3-3-3-3-3-3. Прекрасно. Хорошая цифра. 3-3-3-3-3-3. И затем ставим еще одну заявку. По доллар 35. Возьмем еще на 50 тысяч долларов. По доллар 35. Итого у меня будет ворлдкоина на 100 тысяч долларов. По доллар 50 и доллар 35. Ворлдкоин. Да, у меня уже стояла заявка. По доллар 35. Давайте отменим. На 100 тысяч долларов будет ворлдкоина. Доджкоин тоже может помпануть. Когда-то поднимался на 75 центов. Я покупал доджкоин. Буквально несколько недель назад. По 8 центов. Вот, смотрите. Октябрь 24. Не так уж и давно это было. Массивный рост на доджкоине. И вот буквально недавно я продал. Показываю. Давайте откроем. Доджкоин. Спот. Да, может 10 иксов дать. Вот, смотрите. Где я купил, где продал. Я купил по 12 центов. Продал по 16 центов. Если вы знаете предыдущую историю, как я даже должен не показывать там. Нужно, чтобы Байбит как-то пофиксили это. Хорошо, давайте тогда на теханализ. 13 центов. Где я поставил торговую идею. Если опуститься на нижнюю границу этого канала, тогда да, 13 центов. Но самая сильная поддержка находится здесь. 8 центов. Просто имейте это в виду. Я бы сказал, что вот тут тоже сильная поддержка. 10 центов. Много касания этого уровня. Поэтому тоже сильная поддержка. Додж. Давайте купим. На 100 тысяч. 13 центов. Поставим заявку. На 50 тысяч долларов. И... Сколько там еще было? Тут на 50 тысяч долларов. И по 10 центов. На 100 тысяч. На 100 тысяч... Не, перебор. На 50 тысяч. Никогда не рискуйте более чем 3% от своего торгового портфеля. В каждой сделке. У меня 727. Если 10%, тогда 72 тысячи. 3% это безопасно. И сохраняет ваш капитал. Правило номер один. То это тогда риск. 3% от 21 тысячи. Но я буду более агрессивным. Потому что я потрясающий. Я самый лучший, великолепный, самый феноменальный трейдер. Это мои покупки. Это мой лонг. И это мой спот. Додж, Ворлд и Юни. Прекрасно. Деньги вы делаете, когда покупаете, а не когда продаете. 111 трейдеров. Приходите, разговаривайте. Учитесь у моих лучших студентов. Общайтесь. Можете учиться друг у друга. Но всегда принимайте свои решения. Но учитесь друг у друга. Учитесь на ошибках. Этот подписчик... Прекрасно. Хорошие трейды. Невысокое плечо. 12 тысяч. Прекрасно. 395 долларов. Хорошая работа. Учитесь. Торгуйте. Полезные ссылки в описании под видео. Пройдите мои курсы по криптотрейдингу. Bybit. 60 тысяч бонуса. Я торгую на Bybit. Выполните все условия. CoinW. 3000 долларов бонуса. И проходите мои курсы по трейдингу. И присоединяйтесь к... К чему? К телеграмму. И мои студенты. Отзывы, рекомендации. Или... Харли Дэвидсон. 2000. 8 тысяч. Дом 2 миллиона долларов. Пунта Кана. 500 тысяч. 30 тысяч. 4 миллиона. Феррари 430. Вот сколько отзывов. Тысячи, тысячи и тысячи. Студентов, которые зарабатывают деньги. Прекрасные. Отлично. Учитесь у меня. Учитесь у них. Свободу всем. Всех люблю. Обнимаю. И увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.